Это Андрюшкино произведение искусства. Это как бы одна часть, а их будет три. Но участки будут между собой соединяться. Конечно, выглядит фантастически, но не знаю. Посмотрим по результату, что это получится такое. Вот так у нас печатает принтер. Дом скоро напечатаем. Сегодня первый день работы, вторая смена. Привет. Ну вот все-таки, строя купольный дом на 3D принтере, я вам скажу, дело такое очень интересное. То есть один человек может построить себе монолитный дом, в принципе, неограниченный по размерам. Процесс работы не останавливается, тихо-тихо, и мы делаем свое дело. Кто хочет, тот построит, как говорится. Эксперименты были от 6 метров, сейчас 9. Дальше будет 12. Я думаю, никаких проблем. Любой, желающий себе построить дом сам, спокойно с нашей помощью с этим справится. Сейчас я вам расскажу, как. Значит, данный дом печатается путем смешивания смеси, подачи насосом ее в принтер, и принтер при помощи программы печатает. И единственный минус, который может помешать нам этот дождь, потому что дом большой, накрыть его каким-то шатром, это энергозатратно, поэтому мы работаем не в дождевую погоду, а в солнечную. Бетон нарушается в процессе строительства, после строительства. Значит, соответственно, он любит вот это увлажнение. Он встает без всяких трещин. Мы планируем дом закончить в течение двух недель, Конт. Мы строим непосредственно каскадный проект трех домов. Двух малых, шестиметровых, и один, значит, соответственно, двухэтажный, будет домик 9-метровый. Вот, общая площадь квадрата для проживания 210 квадратов, плюс балкон 40 квадратных метров. Мы будем плотно и подробно освещать процесс строительства дома внутри, и, соответственно, вы увидите проблемы, с которыми мы столкнемся, и как мы их будем решать. Немножечко хотел бы рассказать вам о самом принтере. Рынок, в принципе, небольшой, но компании есть, которые изготавливают этот принтер в серийном производстве. Я не скрывая, могу сказать, что мы при помощи конструкторского бюро собрали принтер самостоятельно. Принтер у нас не тяжелый, не громоздкий. Собирается в течение 30 минут. Помещается в легковой автомобиль и транспортируется. Вот, потребляет немного энергии и, скажем так, просто в использовании. Принтер занимает не больше 90 сантиметров в дверном проюме. Этого достаточно, чтобы сделать входную группу в дом. Вот мое рабочее место. Вот так вот выглядит компьютер. Вот, в принципе, программа там работает. Координаты оси меняются. Вот, вот он, станок на платформе крутится при помощи низкочистостных двигателей и редуктора. Вот, идет печать в данный момент. Два, максимум три человека строят этот дом. Пять метров высота. Отлично идет, быстренько, хорошо, ровненько, смесь отличная. Очень быстрая печать, вопросов нет. Париж, Дакар. У нас в Honda VFR. На страу и объекте. Один человек, который стоит на установке, который замешивает и подает при помощи насоса на установку на сам принтер. Поэтому здесь много народу не требуется. Машинизированная, механизированная система, вот электронная при помощи компьютера, в принципе, очень интересно. Что и дает нам экономию норма часов сотрудников, которые обычно на этом предприятии должны присутствовать. Камечники, арматурщики, там, аналитчики. И все эти профессии заменяются, в принципе, одним принтером. И экономит время. И человеческий фактор, в принципе, отсутствует. На работе всегда все заняты работой. Работу видно налицо. Другим домом мы заинтересовались давно, лет 8 назад. Видели разные виды строительства. Как из дерева, как из несъемной опалубки. После этого там создавая при помощи смеси или штукатурной станции, набрасывая на этот надутый купол шкроупу, скажем так. Вот образовалась тонкая скорка, дальше армирование, продолжаем опять нанесение, и дальше снималась опалубка, либо же оставалась под чистовую. Дальше кровля и все это дело. Значит, заинтересовался данным процессом, так как считал его экономически выгодным по строю материалу. Так, смеси никогда, в принципе, дорого не стоили. Вот, в основоположении эта смесь, значит, состоит из песка, цемента, соответственно, гипса и полимерных материалов. В большинстве своем это гипс и очень близок по строению со штукатуркой. Дорого не стоит. Принтер использует этот материал как чернила. Соответственно, после этого идет армирование. Стеклово-оконная арматура, композитная, называется 8-миллиметровая. Мы вот ее нарезали в размер 25 сантиметров для того, чтобы проводить армирование между двумя стенами. Здесь мы строим каскадный... Три будут дома стоять здесь. Между собой они все будут соединены коридорами и верхним балконом уличным. Поэтому мы здесь залили такую мощную плиту в размере 35 сантиметров. Перед этим, значит, соответственно, заложив инженерные системы в подушку. То есть, пирог здесь традиционный. Щебень песок, подложка, пенофлекс, как утеплитель. И, соответственно, дальше уже заливается бетон. Вот. Подушка сделана мощная и крепкая, чтобы никакие сейсмические давления зимой там плиты не поднимались. То есть, не треснули переходы и перекрытия. Вот. В принципе, это не требуется, если делается один дом. Потому что, как бы, опалубка обыкновенная. Значит, пирог и небольшая плита. Все. Больше ничего не нужно для того, чтобы ни ленточный фундамент, ни свай. Ничего не нужно для строительства данного дома. Достаточно минимальной подушечки. И можно устанавливать на него принтер и печатать строение. Строение, значит, яйцеобразное. Естественным образом распределяется напряжение на стены. Значит, смесь у нас схож с бетоном у марки где-то там 300-350. Вот. Это, ну, по принципу, скажем так, термоса. Значит, две стены, между ними пенополиуретан. Это дает нам дополнительное энергосбережение и шумоподавление. То есть, в принципе, в данном доме вообще снаружи никаких шумов не будет слышно. То есть, все дальше зависит от стеклопакетов, которые устанавливаются в проемы. Здесь сейчас, вот в данных полутора метрах, уже видно, что подоконник заложен. И, соответственно, армирование – это контур окна. Между первым и вторым этажом внутри. Устанавливаем второй этаж перекрытия. На втором этаже у нас получается по квадрату 40 квадратных метров. У нас это перекрытие из композитного материала. Она сквозное, на целом на то, что у нас получится еще залить балкон. То есть, на стены купола, в принципе, давления никакого не будет оказываться. Только удерживаться будут балки, укрепляться к стенам, чтобы, как говорится, стояло на колонне и не шаталось. Вся нагрузка будет осуществляться на плиту, фундаментную, на колонны. Объясняю, почему мы сделали на этом упор. Потому что, прежде всего, в купольном доме идет серьезное энергосбережение. Потому что, по закону физики, если распространить источник выделения тепла в середине здания, соответственно, тепло поднимается к куполу и спускается по его стенам. И вот эта вот система вентилирования, оно естественное. Оно, во-первых, мало затрачивает энергии. Во-вторых, оно отдает серьезный коэффициент полезного действия. Потому что отсутствуют углы, в принципе, в доме. Только большого количества углов, к которым мы привыкли, за диванами, за шкафами. То есть, это все холодные углы. Здесь они, в принципе, отсутствуют. Потому что дом нарезан как пирог. Есть прямые стены, нетрудно устанавливать. Ни мебель, ни как-то там интерьер. Никаких проблем. Даже более, наверное, будет интересно этот проект выглядеть. Данный дом строится в течение двух недель. Вот. Здесь, ввиду того, что сложный каскадный проект, специально сделан для потребителя, который может приехать его пощупать. Потом будет, соответственно, 9-метровый двухэтажный дом представлен. Как средний вариант. Потому что мы строим еще и 12-метровые купольные дома. Они еще больше. Значит, соответственно, в данном доме 120 квадратов. Вполне достаточно для проживания семьи из четырех человек. Вот. Значит, здесь, в 6-метровом купольном домике будет у нас 35 квадратных метров. В принципе, евро, скажем так, студия. Это вполне возможно для планировки данного дома и проживания двух членов семьи. И, соответственно, последний здесь будет у нас вариант. Это представлена баня. То есть, как вариант, мы предлагаем строительство не только домиков и обустройства, но и бани. В бане, соответственно, парная, душ, туалет и приемная гостиная. Вот и все. Она же и являться будет у нас коридором. Значит, специально партнеры наши изготавливают мебель. То есть, в принципе, это обыкновенные нормальные цены, несмотря на то, что, как бы, может быть на рынке это и кажется эксклюзивным. Но так как мы с этим работаем, это у нас варианты решения, приемлемые по деньгам. Вот. Ну, все остальное зависит от желания и возможностей потребителя. Мы строим еще бассейны, то есть, даем принтеру команду, он, значит, соответственно, цилиндр выстраивает сначала, а потом, соответственно, мы над ним делаем полусферу. Соответственно, что выглядит в виде ракушки, ну, очень интересные варианты есть, которые можно, как бы, исполнить. Мы вырываем котлова, напускаем его вниз, и он печатает бассейн. Мы можем регулировать толщину стены, можем делать ее двойной, тройной, одинарной. Ну, то есть, в принципе, функционал этого принтера очень даже подходящий для строительства таких объектов. Что касается толщины стены. Стена у нас была и 5 сантиметров, и 7 сантиметров. Ну, я вам так скажу, что на двухэтажном строении у нас толщина стены 7 сантиметров от одного купола, и так, про стенок 15 сантиметров, и 7 сантиметров вторая стена наружного купола. Сумма данных цифр составляет 30 сантиметров, и из них утеплитель 15. Вот, как бы, толщина стены. Значит, что касается зимовки данных домов. Мы построили дом одноэтажный в 2019 году. Он у нас перезимовал. Вот, успешно. Мы в нем построили второй купол. Про стенок, значит, соответственно, составил у нас 12 сантиметров. Вот. Он также перезимовал, и, соответственно, пережил зиму прекрасно. При этом мы его только гидрофобили специальной грунтовкой. И вот тут он в таком состоянии и пережил зимы. Не разрушился, не растрескался, все, в принципе, в норме. Все-таки, как бы, строение крепкое, прочное, и вполне пригодное для нашего климатического пояса. Свойства гидрофоба, они заметны. Вот, абсолютно сухой у нас бетон. Вот мы можем видеть, он абсолютно сухой. И лед, соответственно, тоже в него не впитывается. Подготовка, подключение инженерных систем к центральной канализации. И сейчас я вам покажу, как собираются у нас основания лестницы. Вот. Это основанием является у нас камин. Он же вспомогательным источником тепла в доме. Тепла и уюта. Значит, вот вы можете видеть за мной основание. Это рубашка трубы. Она же является у нас и радиатором. Естественным радиатором. Вот, значит, у нас под трубой, вы можете видеть, есть вход для обогрева воздуха. Соответственно, холодный снег поднимается горячий. Вот сейчас вы видите здесь камин, который мы сварили. Он же и будет являться опорой дальнейшей лестницы. Кому интересно 3D-печать жилых домов, либо каких-либо сооружений, прошу вас выйти на связь телефонный и адрес связи на канале. Будем открыты к общению. Информация о нас расположена ВКонтакте на канале.